Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И сейчас мы начнем разговор о втором послании апостола Павла к Коринфянам. Прежде чем обращаться к тексту послания, необходимо попытаться увидеть, во-первых, весь сюжет взаимоотношений апостола Павла с Коринфской общиной, и, во-вторых, особенности этого послания, которые действительно важны для его понимания. С точки зрения событий, которые происходили в 50-е годы первого столетия, ученые на основании анализа некоторых исторических источников, но главным образом, конечно, первого и второго посланий Коринфянам пришли приблизительно к такой вот картине. Смотрите, коринфская христианская община была, вероятно, основана, насаждена апостолом Павлом примерно в 51-52 году. Возможно, что Павел не был прямо в самом деле самым первым христианином в Коринфе. Возможно, что уже до него в этом месте были его друзья Акиллы и Прискиллы, и, может быть, еще кто-то, но собирание христиан, собирание жителей города в эту христианскую общину – это все-таки было делом, которое совершил апостол Павел. В начале, вероятно, община была достаточно немногочисленной, и насчитывала, может быть, пару десятков человек, может быть, чуть больше. Ну, а к моменту, когда было написано второе послание Коринфянам, она, вероятно, должна была или могла уже вырасти до численности в 50, много, 100 человек. Вот в этой общине после ухода Павла в период где-то с 52 по 56 год проповедовал Аполлос и, вероятно, другие апостолы, которые встречались, учили новообразованную молодую христианскую общину, отчасти проповедовали за пределами общины. Это, надо сказать, было такой вещью достаточно своеобразной, потому что в разных обстоятельствах, как правило, все-таки служение разных людей было направлено либо скорее внутрь общины, либо, наоборот, скорее на служение внутри нее. И вот, по-видимому, апостол Павел скорее трудился для того, чтобы обращаться и проповедовать к людям внешним, но многие христиане и по следам Павла проповедовали, учили вот эту общину. Аполлос, скорее всего, был лишь одним из многих. По предположениям исследователей, примерно в это время, до 56 года, апостол Павел написал христианам Каринфа одно письмо, которое было утеряно, и сегодня мы можем лишь смутные догадки о его содержании строить. Потом, примерно в 56 году, Павел получил, наоборот, в свою очередь, письмо от христиан Каринфа, и, вероятно, несколько позже было написано еще одно письмо каринфским христианам. Затем, чуть позже, апостол Павел пишет следующее, второе или третье по счету, гипотетически, второе или третье письмо христианам Каринфа, то самое, которое нам известно как первое послание к Каринфинам. Его текст до нас с вами дошел. После этого, где-то примерно в начале 57 года, в Каринф приходит Тимофей, по-видимому, с поручением от апостола Павла, и обнаруживает, что в каринфской общине вот эти вот, в каком-то смысле, Павловы эпигоны очень прижились. Те, кого Павел без лишней снисходительности называет лжеапостолами во многих своих посланиях, вероятно, это были люди, отчасти проповедовавшие какие-то такие иудейские, мистические течения или что-то напоминающее ранние формы гностицизма. Сегодня трудно это утверждать. Важно, что это были люди, скажем так, несколько восторженные, склонные к экстатичности. Ну и, я бы сказал, к завиральным богословским идеям. Были ли они эллинистического или иудейского толка, сейчас сказать достаточно трудно. Скорее всего, и то, и другое. И вот эти самые лжеапостолы, по-видимому, для коринфской христианской общины оказались весьма интересны, популярны, трудно сказать, потому что община слишком малочисленна, чтобы можно было говорить о какой-то популярности. Но все-таки вот Тимофей сообщает апостолу Павлу, что вот такая сложилась ситуация в коринфской общине, где авторитет приобретают люди совсем другого толка, другого стиля, других взглядов, чем апостол Павел. И наоборот, на фоне этих красноречивых, эффектных, умных, часто мистически одаренных, насколько можно судить, проповедников, Павел со своими сотрудниками очень-очень теряются, выглядят крайне простыми, обыкновенными и, в общем, ничего особенно интересного из себя не представляющими. Понимаете? Ну что этот Павел? Что-то там он такое рассказывает, да, про то, как надо жить. А вот эти люди прекрасные, у них там глубины морские, высоты небесные, они что-то такое повествуют, и вот там у них из глаз и из ушей все светится, и они видят свет в конце туннеля и прочие мистические проявления. Вот примерно так. Да. Дальше в результате, по-видимому, после 1957 года, или, может быть, летом 1957 года, апостол Павел сам посетил Коринф, и из-за описанной ситуации, из-за отношения к нему, из-за того, что он, вероятно, проигрывал впечатление, сам он называет этот визит огорчительным. Там, вероятно, произошли какие-то события неприятные как для Павла, так и для общины. Успеха он, судя по всему, не снискал. Больше того, весьма вероятно, что кем-то из коринфских христиан Павел был обижен или оскорблен, может быть, унижен. Мы сейчас затрудняемся, конечно, восстановить эту конву сюжетную, понимаем только, что что-то произошло, что-то, что Павла глубоко обидело, и чем, судя по дальнейшим письмам, была недовольна и сама коринфская христианская община. Вероятно, по предположениям, которые чаще других высказывают исследователи, здесь действительно речь идет о одном человеке или, может быть, нескольких людях, которые неким образом досадили апостолу, в результате чего апостол Павел ушел из коринфа довольно быстро и не собрался, не собирался, по крайней мере, возвращаться туда. А эти люди, как было известно апостолу, так и не были общиной коринфских христиан христиан никоим образом не укорены. Даже нельзя сказать, чтобы общине следовало их осудить, в конце концов, не судите, да не судим и будете, говорит Господь. Но вот последствия и сам поступок этих, вероятно, оскорбителей апостола Павла остался незамеченным, без внимания, и никто не сказал этим людям, что так нельзя. И, по-видимому, это довольно глубоко уязвило на апостола Павла. Поначалу он, может быть, и думал быстро, рано вернуться в коринф, но затем его мнение изменилось. События увлекли апостола, и в его жизни, кроме коринфских христиан, еще ведь было целое плеяда христианских общин, которые он считал нужным так или иначе окормлять. И вот он пишет в коринф снова еще одно письмо, и снова утерянное. То письмо, о котором сам он пишет, затем мы писали вам со слезами. Вот это письмо, по-видимому, очень трудное для апостола. Письмо, которое он писал со слезами, где он постарался назвать вещи своими именами, по-видимому. То, как он относится к коринфским христианам, и то, как коринфские христиане относятся к нему. После этого еще в коринф Павел посылает апостола Тита, и лишь затем, после того, как Тит посетил коринф, апостол пишет где-то, вероятно, осенью 1957 года второе послание коринфянам. Возможно, и принято даже предполагает, что потом, еще после написания второго послания коринфянам, Павел мог посещать коринф, возможно, уже в узах по дороге в Рим. Но в самом тексте послания коринфянам, конечно же, этого мы обнаружить не можем, никаких следов того, что было после. Вот это послание, по-видимому, было написано после того, как, с одной стороны, письмо со слезами было отправлено, было христианами коринфа принято, и, вероятно, они через Тита или письмом как-то попытались все же примириться с апостолом. Поэтому в нем нет такой ярко выраженной скорби и печали от ссоры, но вместе с тем, конечно, вот некоторый эмоциональный фон, такой трудный, необходимо учитывать. Теперь у послания коринфянам есть довольно выраженная характерная именно для этого послания стилистика, которая в то же время часто обнаруживается и в других Павловых посланиях. Видите, ну, по крайней мере, если мы вслед за большинством ученых будем считать, что второе послание коринфянам – цельный документ, хотя некоторые исследователи предполагают, что, возможно, последние четыре главы – это еще одно послание, которое соединилось с тем, что составляет первые девять глав. некоторые думают, что это есть и какие-то вставки, но важно, что все-таки в большинстве случаев принято думать, что это один и тот же человек в течение некоторого времени пишет это послание, пишет или, скорее, диктует. Это важно потому, что так устроен текст этого послания. Очень легко увидеть, глядя на этот текст, как некий человек ходит по комнате, может быть, из угла в угол, задумывается и произносит, диктует своему товарищу несколько фраз, и затем мысль его движется дальше, потому что не всегда бывает легко найти, проследить логику в том, как устроено это послание. Отчасти, конечно, в нем мы обнаруживаем следы полемичности, потому что, конечно, Павел имеет в виду те слова и те мысли, которые были обращены к нему, христианами Коринфа, ну, например, в утерянных тоже письмах из Коринфа Павлу. Самое же существенное, мне кажется, что нужно понимать для... нужно увидеть для понимания этого послания, вот что. Текст его состоит из отдельных фрагментов, таких образов, может быть, пятен смысловых, каждый из которых сосредоточен вокруг некоторой мысли или иногда некоторого слова, картины, которую Павел видит и пытается описать, пытается что-то сказать. Часто, вероятно, мы можем предположить, что эти картины известны его читателю и были использованы Павлом, скажем, например, в своей проповеди, в своей миссионерской деятельности, трудно сказать, но вот иногда он очень более подробно, очень подробно пытается эту картину изобразить вокруг некоего понятия, некоторой идеи. Часто, кстати, как это довольно обычно для библейской поэтической культуры, апостол пытается несколькими разными формулировками, словами описать пространство той картины, которая у него перед глазами. И вот, видите, поэтому, читая этот текст, весьма важно, может быть, даже просто необходимо попытаться увидеть тот круг образов, вокруг какого понятия строится тот или иной фрагмент текста, как думают апостолы, как он видит мир или те вопросы, о которых он пишет. Вот, получается, что иногда буквально за какой-то нюанс мысли, иногда даже за отдельное слово, цепляясь, апостол переходит к следующему фрагменту, а иногда, повторяю, логическая связь между ними оказывается вообще не так очевидной. Вот, собственно, то, что нужно понимать, читая это послание, нередко очень трудно бывает обнаружить и внутреннюю логику в тех фрагментах, вокруг некоторые мысли, о которых говорит апостол Павел. И из-за этого часто читатели выдумывают или находят внутреннюю логику там, где ее, может быть, и нет. Там, где апостол, как живописец, с несколькими яркими мазками старается обнаружить картину, мы часто пытаемся выстроить логическую последовательность, линейную, и, в общем, получается не очень удачно. Ну вот, скорее, это такое составленное из картин письмо. Продолжение следует...